Владислав Крапивин Владислав Крапивин Владислав Крапивин Владислав Крапивин Есть, конечно, еще не менее слабые, но вот это, по-моему, не останет равнодушным ни одного читателя. Я ее причитываю чуть ли не каждый год, иногда по несколько раз в год, и до сих пор каждый абсолютно раз я нахожу для себя что-то новое. Я каждый раз плачу над определенными моментами. Это далеко не всегда печальные моменты. Это чаще трогательные моменты. Когда сидишь умиляешься и думаешь, эта повесть действительно достойна того, чтобы ее прочитали. Как знать, если бы Гитлер ее прочитал с пору своего юношества или когда был подростком, может быть, Второй мировой войны никогда бы и не было.